Знаете, на самом деле сейчас не взымается налог на Кипре, а идет нормальная процедура банкротства банков. Мы знаем, что по законодательству Евросоюза депозиты до 100 тысяч евро компенсируются полностью, поэтому обычные граждане защищены. А то, что касается тех, у кого были вклады в этих банках больше 100 тысяч евро, ну, извините, пожалуйста, во всем мире это считается квалифицированный инвестор. Люди должны были понимать, куда они лезут. Ситуация, когда Кипр имел обороты финансового рынка и активы банков в разы больше, чем обороты экономики и валы продукта Кипра, не могла долго продолжаться. Тем более, что всегда практически за последние годы расходы бюджета Кипра были очень большими, намного больше, чем могла себе позволить эта страна. Кипр существовал как офшор, он держал низкие налоги, но предпочитал много денег тратить, поэтому просто-напросто деньги были проедены в банках. Можно посочувствовать вкладчикам этих банков, но, извините, балансы банков публиковались, то, что у них нехорошая ситуация, было видно достаточно давно, и если мы посмотрим, кто считал, тот давно деньги вывел. Вопрос к руководителям компаний, которые подвисли там на Кипре, чем они думали, это уже второе дело. И тут на самом деле нашему правительству надо спрашивать не с кипрских банков, а с руководителей собственных компаний, которые туда залезли, зачем они это делали. Безусловно, спасать сейчас Кипр нам не нужно по той простой причине, что он и так получает от Евросоюза кредиты, превосходящие его валу и продукт, в конце концов, и превосходящие его возможности по выплатам. Я вообще не понимаю, зачем мы ему совсем недавно давали довольно большой, даже очень большой, в соответствии с его возможностями кредит. Надо было проверять, что там происходит. А дальше, я думаю, что, честно говоря, нужно стараться с офшорами дело иметь как можно меньше, тем более с такими, как Кипр.